Всем привет дорогие друзья и любители путешествий! В этом выпуске мы поговорим о безвизовом въезде на остров Хайнань, то есть о групповом списке. Вообще я решил создать серию выпусков и ответить на все ваши вопросы, которые касаются острова Хайнань. Поэтому прямо сейчас подвяжитесь на мой канал, чтобы не пропустить свежие выпуски и быть в курсе событий. Я вам гарантирую, что все мои советы сэкономят вам не одну тысячу рублей. Итак, поехали! Что же такое групповой безвизовый въезд? Групповой безвизовый список формируется туристическим оператором. Он формируется от двух человек и распространяется на граждан России, Белоруссии, Казахстана и других ряда стран, из которых можно вылететь на остров Хайнань. Что он в себя включает? Он включает в себя все. Пребывание на острове, проживание и так далее. Но у него есть ряд ограничений. Какие это ограничения? Первое. Вы не можете покидать остров. То есть вы можете спокойно передвигаться по всему острову, куда вам вздумается, на север, на юг, на запад, на восток, куда угодно. Второе. Это переселение в другие отели. Почему именно так? Потому что когда туристический оператор подает групповые списки на таможню, соответственно, он передает все ваши данные, в том числе, где вы будете проживать. Поэтому это и есть зафиксированная информация, это и подразумевает ваш безвизовый въезд. Многие туристы меня спрашивают. Вот я вот приехал на остров, хочу отдохнуть, но один денек пожить там в отеле Феникс или еще в каком-нибудь интересном отеле. Возможно ли это? Или многие не спрашивают, просто поступают и бронируют, а потом узнают для себя новости, что так сделать не получается. Вот в чем смысл. Даже мы, когда ездили на остров Хайнань и были с визой, переселения, они все фиксируются у таможенной полиции и у полиции вообще. Любой booking сервис, они передают данные в таможенную полицию и так далее. Поэтому переселения, вот такие по групповым спискам, они невозможны. Что может произойти? Во-первых, для того, чтобы вам переехать в другой отель, вам нужно выселиться из текущего отеля, чтобы вас заселили в следующий. Даже если вы выселитесь из того отеля, в который живете, и заселитесь в тот отель обратно, вы уже не вернетесь, вас обратно уже не заселят. Это раз. Второй момент. Если вы поедете и просто пытаетесь заселиться в любой другой отель, при этом никого не предупреждая, вас могут как минимум не заселить, как максимум могут вызвать таможенную полицию и заставить вас делать визу по прилету. Отвезут вас снова в аэропорт и заставят делать визу по прилету. Поэтому имейте в виду, что групповой список не подразумевает ваше пребывание и самое главное переселение в другие отели. Это очень важный момент, поэтому учтите это. Если вы все-таки хотите попутешествовать по всему острову, побывать в одной бухте, в другой бухте и так далее, я вам рекомендую сделать обычную китайскую визу. Ее можно сделать по прилету, но это единственное ограничение, оно дается максимум на 14 дней. Поэтому если вы планируете свой отпуск гораздо дольше, тогда лучше сделать заранее китайскую визу и соответственно тогда у вас не будет никаких вопросов. Естественно, китайская виза вам разрешает, скажем, все. То есть вы можете покидать остров, вы можете переселяться в любые другие отели, с этим не будет никакой проблемы. Давайте резюмируем. Есть три въезда на остров Хайнань. Это групповой безвизовый список, который формирует туристический оператор, по которому вы не можете покидать остров и не можете переселяться в другие отели. Второй вариант. Вы прилетаете, делаете визу по прилету китайскую. Она стоит в среднем где-то 70 долларов. Вам ее оформляет, но не более чем на 2 недели. И вы спокойно можете переселяться из отеля в отель, ездить так же, как где вам угодно и выезжать с острова. И третий вариант. Вы можете сделать заранее китайскую визу, запланировав заранее поездку и приехать уже с готовой китайской визы. Китайскую визу, если вы делаете заранее, выдает на 30 дней с коридором въезда так же более 30 дней. Ну вот, что я хотел вам сказать по поводу визы. Это очень частый вопрос, поэтому имейте в виду, что вот такие ситуации, которые могут с вами случиться, когда вы забронируете на букинге отель и приедете, а вас могут не заселить, они вам грозят, естественно, как минимум потерей денег или времени или как минимум настроения. Поэтому имейте это в виду, когда собираете свое путешествие, обязательно его заранее планируйте. Всегда смотрите мои выпуски, я всегда готов ответить на все ваши вопросы. Имейте эту всю информацию в виду, планируйте свое путешествие так, чтобы у вас были только приятные сюрпризы. Напомню, что мы являемся полноценным туристическим агентством со всеми документами, со всеми разрешениями. Вы можете оформить тур у нас, для этого вам необходимо перейти ниже по ссылке в описании. Вы можете оставить заявку на нашем сайте или написать мне напрямую в WhatsApp. Я отвечу на все ваши вопросы, помогу вам с выбором любого отеля, бухты, места отдыха и так далее. То есть все проконсультирую и еще раз напомню на тему въезда. Ну что, будем считать старт выпусков вопрос-ответ дан, поэтому обязательно не забудьте подписаться на мой канал, поставить свои лайки, обязательно задавайте свои вопросы. Я буду сейчас отвечать на все вопросы, которые у меня накопились уже в этих коротких видео. Ну что, с вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел. Увидимся в следующих видео, смотрите новые вопросы-ответы по острову Хайнань. Пишите.